Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили и сегодня я одна. Сегодня я снимаю для вас мук-банк и это у нас будет пицца от Доминос. Вообще, моя бы воля, я бы снимала только про суши и только про пиццу. Ой, какая прелесть! Вот такая вот у нас пицца. Выглядит очень-очень аппетитно, пахнет тоже и я знаю, что она очень-очень вкусная. Также приготовила колу. Это суперполезная еда, как говорится. Ну вот это вот должно было, да, произойти на моей брюке. Стакан в каком виде? Ужас. А все почему? Потому что я пью очень много жидкости. С чего бы начать? Ой, вкусняш. Я взяла среднюю, но она небольшая, как вы можете заметить. И очень-очень вкусно. Прям нереально вкусно. Осколы прям самое-самое то. Я сделаю просто вот так вот. Божественно. В этом видео я бы очень хотела рассказать вам историю моей подписчицы. Она написала мне на мейл. Зовут ее Маша. Дело в том, что у нее тоже есть свой канал. И вы представляете, она весит 235 килограмм. Этот человек снимает блог о том, как можно похудеть быстро. И безопасно. Но это только позитивные моменты. Проблема в том, что у нее в семье произошло горе. То есть у нее мама бывшая онкобольная. Мне кажется, вообще таких людей мы всегда должны поддерживать и чем-то помогать им. Например, в денежном плане, может быть, не у всех получится ей чем-то помочь. У нее и бабушка болела онкологией, и мама болела. То есть человек находится в затруднительной жизненной ситуации. И тем более она весит более 200 килограмм. То есть что нам стоит просто подписаться на ее канал. На данный момент я вот сейчас зашла. У нее на канале 43 подписчика. Давайте поможем ей добить до 1000 подписчиков, чтобы она уже наконец-то получила монетизацию и начала зарабатывать деньги со своих видео. Потому что не дай бог кому-то столько проблем, сколько у нее. И мы должны быть добрыми. Мы должны понимать и поддерживать таких людей. Если вы любите мой канал, если вы смотрите меня с любовью, я уверена, что вас тоже затронет эта ситуация. И вы тоже захотите помочь. Тем более помочь всего лишь стоит для вас подписаться на ее канал. Ссылка будет в инфобоксе. Она, знаете как, она по дням снимает видео. Я посмотрела пару видео, мне очень понравилось. То есть ежедневный рацион. Вот я, например, снимала про похудение. В общем снимала, как я похудела. А у нее прям по дням. Вы можете вместе с ней начать просто худеть. Мне очень часто задают вопросы о том, как я столько ем и не поправляюсь. Очень много роликов вообще на ютубе, связанных с тем, как похудеть, как придерживаться своего веса. Вот дневник медведицы как раз таки из этой серии. Смотрю видео, она выпускает почти каждый день. Поэтому я думаю, что вы не соскучитесь. Вообще, я вам всегда говорила, что в людях самое главное доброта. То есть нельзя быть завистливым человеком. Если вы видите, что у кого-то есть какие-то проблемы, и вы можете помочь этому человеку, почему бы нам вместе это не делать? Поэтому я основательно рекомендую вам подписаться на ее канал и смотреть ее ролики. Она очень милая девушка, у нее есть ребенок. И я думаю, что ей очень нужна наша поддержка. Тем более, она ребенка растит одна. К сожалению, без мужа. Ну давайте не будем прям все видео о грустном. И давайте буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задали мне в инстаграме. Сразу хочу отметить, что вопросов очень много. Я стараюсь выбирать те, которые не повторялись. Потому что я замечаю, что зрители смотрят каждое мое видео. Даже люди замечают, что у меня один и тот же нож в трех видео. Поэтому я буду стараться искать вопросы, на которые ранее я не отвечала. Что бы ты выбрала? Бесконечную жизнь или миллион долларов? Интересно. Мне кажется, я бы выбрала бесконечную жизнь. Потому что деньги ты потратишь и все. А жизнь очень интересна. Я не понимаю людей, которые идут на самоубийство. Потому что жизнь прекрасна. В жизни есть столько возможностей. А с появлением интернета вообще нереальное количество возможностей. Можно открыть, например, магазин в инстаграме. Ну, интернет-магазин. Можно просто кого-то лайкать и зарабатывать на этом деньги. То есть деньги, это не главное. Было бы желание, можно на все заработать. Мукбанг, лапша, роллтон. У меня есть такая идея, обязательно сниму. Где монтируешь видео? Я знаю, что большинство блогеров монтируют свои ролики в Sony Vegas. Но я... Как у меня называется программа? NHC. Power Edition. Вон так называется. Она не настолько профессиональная, как в Sony Vegas. В ней очень мало эффектов. Но мне много чего и не надо. То есть я не снимаю какой-то, знаете, прям детский контент. Что мне надо создать какой-то прям мультик. Чтобы вот отсюда сейчас пошла огонь. То есть мне это совершенно не нужно. Поэтому не собираюсь скачивать Sony Vegas. Почему ты не хочешь начать отношения? Знаете, я такой человек. Я не готова встречаться с кем попало. То есть... Я очень капризный человек. Я очень сложный человек. С подругами. Я очень простая. Но если это связано с отношениями с парнем, то со мной очень трудно. Я придираюсь к каждой мелочи. Поэтому я одна. Все просто. Когда прямой эфир? Вот сейчас закончу снимать и зайду в прямой эфир в инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в инфобоксе будет. Вкусняша вообще. Папирони. Обалденная пицца просто. Вот я не знаю. Я купила эту пиццу. Кстати, это пицца от Domino's. Скажу вам такой секрет. Можно взять любую среднюю пиццу за 8,90. Я не поняла, что это за фишка. Потому что в прошлый раз, когда я покупала, мне никто не сказал про эту акцию, которая была уже давным-давно. И получается, такую же пиццу я в прошлый раз купила за 13 монат. А сейчас я ее купила за 8,90. Потому что сказала, что я знаю про эту акцию. Дайте мне по акции. Нереально вкусно. Покупала продукты. Пыталась сама делать эту пиццу. Эту пиццу. Ну, пиццу готовить. И у меня всегда выходило дороже, чем покупать. Я не знаю, с чем это связано. Может, я слишком много ингредиентов ковала сверху. Поэтому я предпочитаю покупать ее. Далее. Там был вопрос. Фатя живет близко к тебе или нет? Относительно близко. То есть, нельзя сказать, что мы соседи. Ну, станции, наверное, 4-5 на метро. Точно не знаю. Но не близко. Фатя себя сейчас не очень хорошо чувствует. И, наверное, я поснимаю видео. Потом зайду в прямой эфир. Потом пойду к ней. Как хорошо, когда у тебя есть такие друзья. Вот реально. Я очень счастлива. Хоть у меня нету отношений. Но у меня есть такая подруга, которая, например, едет в Турцию. Оттуда привозит мне какие-то подарочки. Это вроде бы мелочь, да? Пусть это даже просто будет магнит. Но это, на самом деле, очень приятно. Я, например, не смогла бы встречаться с парнем, который мне говорил. Не общайся со своей подругой. Не снимай видео для Ютуба. Сиди дома. Это не моя тема. Абсолютно. Какую страну ты бы хотела посетить? Не знаю даже. Украину. Разве я бы никогда не была. В России я была. Украине всей привет. Далее. Счастлива ли ты? Смотря в каком плане. Может быть, да, у меня есть подписчики, у меня есть любовь зрителей. Но, поверьте мне, в жизни это прям не все. То есть, это да, одно из главных. У тебя есть какой-то успех в какой-то области. Но, на самом деле, все не настолько радужно, как вот видно вам отсюда, на самом деле. Вот у меня растут подписчики, растут просмотры. Я зарабатываю с этого деньги. Потому что Господь Бог, он что-то дает и что-то забирает. Я не хочу вдаваться в подробности, как бы рассказывать все. Но все не настолько хорошо, как кажется. Может быть, у вас нету столько подписчиков, сколько у меня. Но у вас есть что-то более ценное. Может, вы себя чувствуете счастливыми. Нет, я не могу сказать, что я прям себя чувствую несчастной. Нет, но есть какие-то моменты в жизни, которые меня конкретно не устраивают. Которые я не могу изменить, к сожалению. Что-то сегодняшнее видео прям какое-то грустное у нас с вами получается. Айка хотела бы сняться в кино. Но вряд ли. Идеальная карьера для меня. Я не хочу вот набрать подписчиков и уйти куда-то в кино или стать какой-то певицей. Мой идеал это пьюти пай. То есть он уже, наверное, лет 10 на ютубе. У него уже 100 миллион подписчиков. И он продолжает снимать для своей аудитории. И эта аудитория с каждым днем растет. Только все в гору. И этот человек занимается только ютубом. Я хочу стать прям, знаете, таким ютубером. Ай, в кино сняться, ай, какие-то песенки петь. Это не мое. Я вот сама себе режиссер. Нет у меня настроения, я могу не снимать. Есть у меня настроение, я снимаю. Пусть я не зарабатываю столько, сколько актеры. Конечно, актеры зарабатывают намного больше. Но я в своего рода сама себе хозяйка. И это меня очень сильно устраивает. Для счастья не нужно много денег, поверьте. Если вы в месяц зарабатываете, например, на мой взгляд, 2000 долларов, я считаю, что и больше не надо. Я не мечтаю о последней сумочке из Порт-Баку. Там, не знаю, у меня должен быть чехол от Гуччи. У меня таких, знаете, загонов вообще нет. Самое главное, что вещь мне нравилась. Пусть это будет обычная биржка или нью-йоркер. Пусть. Я надеюсь, что я всегда буду такой. Очень много вопросов касательно приветов. Так что мне пишут в комментариях, что передай привет. Мне не сложно передать привет на самом деле. Наоборот, даже приятно. Просто не всем зрителям интересно слушать, как, например, 10 человек подряд передают приветы. Поэтому поймите вы меня тоже. Я посмотрела, что за последнее время очень много кто просит приветы. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Вы тоже поймите меня. Я хочу, чтобы видео было интересным для зрителя. А другим людям, например, неинтересно. Или у меня раньше, знаете, как было? Я начала передавать приветы. И постоянно, например, кого-то забывала. Потом люди обижались. Девочка пишет. Ирейсен. Спасибо. Ревнует ли тебя Фатя или ты ее? Я ее ревную. Потому что я собственница. И может быть, потому что у меня особо нет отношений. Но я ревную ее. Если она с кем-то общается больше, чем со мной, меня это обижает. Последний кусочек. И давайте по вопросикам. Не буду задавать вопрос. Ты все равно не отвечаешь на мой вопрос. Знаете, как может быть так, что ваш вопрос, например, повторялся. До этого я отвечала на него. Или вообще просто вопросов было много. Или я всегда ставлю пост где-то за 15 минут до того, как начинаю снимать видео. Возможно, я сняла видео, а потом увидела ваш вопрос. Много ли у тебя друзей? Друг, парень? Практически нету. Или есть? Не, нету. А девочек? Да, где-то четыре. Но самое близкое это Фатия и Лалочка. Их я просто обожаю. Далее. Любишь ли ты душевные песни? Когда как? Последнее время я слушаю песню Кати Адушкиной Beauty Bomb. Вообще, никогда не смотрю блогеров, которые младше меня. Да и вообще, мне кажется, что интереснее смотреть на человека, кто постарше тебя. Но одно время подсела на ее влоги. Именно влоги. Она вообще большая молодец. На мой взгляд. Вот эта песня Beauty Bomb. Реально the best. Откуда у вас появилась идея снимать видео? Я была в деревне три месяца. Мне было конкретно нечем заняться. Это было три года назад. Я лежала на кровати, смотрела YouTube. В тот момент у меня не было ни камеры, ни ноутбука, ни нормального телефона. Я лежала, лежала, и вдруг в мою голову пришла идея, что все, так дальше не пойдет, я тоже хочу быть блогером. Очень долгое время я просто так снимала в пустую. Я не зарабатывала ровным счетом ничего. Ни доллара. То есть, может быть, зарабатывала какие-то центы буквально каждый день три копейки, две копейки, вот так вот. Но, как вы знаете, на YouTube можно обналичивать денежные средства более 100 долларов. То есть, 100 долларов мне нужно было накопить за три года. Но я все равно не теряла надежду, и можно сказать, в неделю минимум-минимум три видео у меня было, не зарабатывая ни копейки. Каждую неделю три видео. Не могу сказать, что и сейчас прям я так много зарабатываю, что я могу уйти с работы, просто тупо сидеть и снимать видео. Но сейчас хоть какая-то отдача есть. Ты чувствуешь, что ты чем-то занимаешься. Элементарно расходы, чтобы снять мукбанг, например, с сушими, с роллами. Каждый день тебе нужно это все покупать. Это тоже все стоит денег. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Также обязательно подписывайтесь на канал Дневник Медведицы. Я оставлю в инфобоксе ссылку, также закреплю в комментариях. Давайте поддержим ее лайками. Желаю вам приятного аппетита, удачного дня. А с вами Блайка Эмили. Всем пока!